Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алексей, с кем мы еще не знакомы. Сегодня будет видео немножечко нелегкое, сегодня будет видео немножечко тяжелое. Тем, кто следит за моей судьбой, я сегодня поделюсь, на какой стадии проходит сегодня моя, назовем это, реабилитация после операции, которую я перенес 25 октября. Ну, тем, кто впервые смотрит, хочу сказать, что на самом деле операция была не такая уж сложная. Просто что-то пошло не так, и я застрял в больнице. С 25 октября у меня была операция гинекомостей молочных желез, мне оперировали какая-то левая грудь, оперировали левую грудь, и что-то пошло не так, и в результате я остался без соска. Где-то в конце ноября образовалась дыра, вместо там, где должен быть сосок, образовалась дыра, и я с тех пор, с тех пор уже два ровно месяца хожу в больницу, практически ежедневно на перевязке. Ждем, когда затянется, затянется дырка. В общем, друзья, сегодня я с вами поделюсь, на каком этапе, да, нахожусь. Смотрите, последний раз я делал прямой эфир, в прямом эфире я вам рассказал ту болезнь, ту печаль, которая со мной случилась. На тот момент я не знал, я не знал ответов. Кто не видел, пересмотрите прямой эфир от 26 ноября. Я рассказывал, что мне хирург... У меня было два этапа лечения. Первый этап лечения это послеоперационный, меня наблюдали, делали откачку, перевязку месяц. Потом я перешел в свою семейную амбулаторию. В семейной амбулатории мне продолжали делать перевязку, но в семейной амбулатории хирург увидела, что у меня омертвевшая ткань. И она ее ткань срезала, после чего образовалась дырка, знаете, ну, в принципе, на весь сосок, где-то сантиметров 5. Я не смотрел, я боялся, я впечатлительный. Ну, во-первых, впечатлительно, во-вторых, ну, не каждый человек сможет увидеть на себе вот какой-то изъян, да. Мы не привыкли к такому. У меня возникли вопросы, что это такое, как мне жить дальше. На эти вопросы она не смогла ответить. Она сказала, топайте к хирургу, который делал операцию, и уже у хирурга спрашивайте. Я не мог добиться, чтобы меня хирург принял, да, друзья, представляете, меня еще без бумажки не принимали. То есть мне нужно было пойти взять направление в семейную амбулаторию, отстоять очередь к терапевту, найти свободный талончик. У терапевта взять направление к онкологу в семейной. У онколога взять направление в онкологию. И уже в онкологию прийти к хирургу и спросить, уважаемый, это что такое, это что за дырка? Ой, друзья, мне очень тяжело это видео делать, но я его делаю, я его делаю не потому, что я хочу поплакаться вам. Это тоже хочу, я это делаю видео, чтобы вы не теряли надежду, чтобы вы отстаивали свои права, не бойтесь, жить-то нам все равно на этой земле. Поэтому я хочу просто поделиться своим, с одной стороны, печальным опытом, с другой стороны, какой-то он опыт и есть все равно хороший. В общем, я начал, это было, знаете, это была пятница, я начал истерить, что я не могу попасть на прием к хирургу, который меня оперировал, и у меня, тем более, что-то не то со мной происходит, да. И я в отчаянии начал звонить в регистратуру, ну то есть в регистратуру начал искать телефон, искать телефон какого-то вышепоставленного начальника, замдиректора, какого-то главврача, я не знаю, в общем, директора этой больницы. В общем, искал, искал, в итоге мне сказали, Алексей Геннадьевич, идите в свою семейную амбулаторию, получите направление, и потом придите к хирургу и задайте ему свои вопросы. Я, конечно, сказал, я вас понял, я вас услышал, я так и сделаю. Ну, как говорится, в душу-то насрать охота, мне же насрали. Ой, я извините, сегодня будет такое видео, будет сегодня видео немножечко, может быть, и маты полетят. И я взял на сайте, на сайте написал комментарий, какая плохая больница, какое неуважение к пациентам, мы же не виноваты, что мы заболели. Это ваша работа, ваша работа нас лечить, вы такие же люди, как и мы. На моем месте мог оказаться ваш ребенок. Не дай бог, вот вы знаете, я не злоразный человек, не дай бог, не дай бог, чтобы у этих врачей их ребенок оказался в той ситуации, в которой оказался я. Потому что то, что пережил я дальше, я врагу не пожелаю. Это просто, знаете, это не физически, это эмоционально очень было тяжело. Я написал клякву, мне с больницы позвонила, позвонила, ну назовем ее секретарь по связи с общественностью. Она сказала, Алексей, а что вас не устраивает, что вас не устраивает? Я говорю, еб твою мать, блядь, вы читаете, что мне не устраивает? Я хожу с дыркой в теле после операции, которую провели ваши хирурги, и вы меня не хотите принимать на прием без бумажки. Да вы обязаны меня принять на прием, обязаны, потому что что-то пошло не так. У меня кровь сочится, в конце концов. Что мне делать? Ходить еще две недели и ждать, когда я направление к вам получу? Она, си-си, си-си, когда вам будет удобно, давайте в понедельник. Ну это была пятница, она мне звонила в пятницу. И она мне, мы с ней договорились, я сказал, мне насрать, я хоть в субботу приеду. Мне страшно, я не знаю, что делать. Все разводят руками. Друзья, ну что, я приехал в понедельник в онкологию. Я подошел к кабинету. Сейчас, знаете, в каждой больнице есть кабинет помощь, помощь пациенту. Этот кабинет, они меня любят, они меня просто уже любят. В кавычках. Я пришел в этот кабинет, говорю, у меня назначена сегодня встреча с моим хирургом, который меня оперировал. Да-да-да, да-да-да, сейчас мы ему позвоним. Я говорю, а можно, чтобы на этой встрече присутствовал кто-то из главных? Главврач, я не знаю, директор клиники, я не знаю, депутат, президент. А зачем? Я говорю, в смысле зачем? Мне надо, чтобы, ну, ну, короче, мне надо. Меня послушали. Пришел главный, я так понял, главный хирург. Главный хирург. Мы все вышли из кабинета. Пришел вот этот сам врач, который меня оперировал. Я не называю ни фамилий, ни имен, потому что считаю, что пока это неэтично. До конца видео досмотрите. Будем, в общем, пока не буду называть никаких фамилий, ни имен, никого обвинять не буду. В общем, я снял повязку. Кстати, у меня до сих пор кто-то, у меня до сих пор повязка, до сих пор повязка. Сегодня вот видео снимаю, 18 декабря, у меня до сих пор повязка с 25 октября. Ну, кто не верит. Могу, могу показать, могу снять повязку, но это не для слабонервных, поверьте мне. В общем, пришли эти два врача, я снял повязку. Они вот так, вы понимаете, мой хирург, который меня оперировал, он даже напугался. Он даже напугался. Он говорит, это что? Я говорю, я у вас хотел спросить, вы же меня оперировали. Что это? А как так? Как так? Ну, мне пришлось ему рассказать вот эту всю историю. То, что после операции вы же меня не наблюдали. Вы же не знаете, что там, как проходило. Он говорит, а я не должен был вас наблюдать. У нас обученные медсестры, они все знают. Они все умеют. Я говорю, где, блядь, была ваша медсестра? Она что, не видела, что у меня кожа засохла? Где она была? У вас все было в порядке? В общем, они обвинили, онкология обвинила семейную амбулаторию в том, что они мне отрезали, тупо отрезали сосок. Вы представляете, насколько у меня было в этот момент состояние? У меня зазвонил телефон. Блин. Почему не отключил телефон? Как это все сложно? Блин, сбился с темы, что я последнее вам говорил. Ну, в общем, друзья, они стали говорить, что виновата амбулатория семейная, которая мне отрезала тупо, типа сосок. Я был в подавленном состоянии, я не знал, что ответить, потому что, ну, мы же доверяем врачам, поэтому я расстроился. Я говорю, так не пойдет, говорю, это не ответ, потому что они, когда увидели мое состояние, они сказали, мы не знаем, вы говорите, мы тоже не знаем. В общем, я их тут же в кабинете, я их заставил, сказал, давайте соберемся вместе, давайте соберемся вместе, и вы мне ответите на мои вопросы. Они не отказали, они не отказали, причем они мне сказали, больше никуда ходить не надо, ходи только к ним, когда тебе удобно, и мы только тебя будем наблюдать и лечить. Ну, вы знаете, мое было состояние очень тяжелое, эмоциональное. Я просто выкатился из этой больницы, мы договорились, что, вот я в понедельник пришел, и мы договорились, что в пятницу соберутся две больницы, ну, те врачи, которые меня наблюдали, те, которые причастны к моему здоровью, они соберутся, мы сделаем консилиум, собрание, как это называть, не знаю, и мне все они ответят на мои вопросы. Я в этот день понял, что меня прокидывают, что меня, что меня, наверное, обманывают, что, наверное, сейчас врачи пытаются замять, что, скорее всего, где-то, как чья-то врачебная ошибка есть, а чья, я не знаю, поэтому я пошел к юристу, проконсультировался с юристом, мне дали, ну, рекомендательный совет, куда можно обратиться и искать виновных. Ну, я решил пока никуда не обращаться, дождаться пятницы, дождаться консилиума, и этот консилиум свершился. На консилиуме присутствовал главный врач больницы онкологии, присутствовал мой хирург, присутствовал главный хирург онкологии, присутствовала вот эта девушка-хирург, которая меня отрезала вот эту омертвевшую ткань, и присутствовала юрист, вот, юрист с той клиники, где эта девушка работает. Вот, ну, и был мой знакомый в качестве поддержки, в качестве свидетеля, вот, в общем, консилиум прошел в том ручье, что такое бывает, так может быть, такое бывает. Вот, в общем, не буду долго пересказывать, я все равно, я все равно до сих пор не верю, что такое бывает, потому что я перевернул весь интернет, я перелопатил весь интернет, я не нашел ни одной операции по гинекомастии, где человек лишился груди. Поэтому я считаю, что это была врачебная ошибка, с чьей стороны, я думаю, что со стороны хирурга, который непосредственно делал операцию, он, скорее всего, повредил, повредил какой-то сосуд, который, ну, который отвечает, наверное, за сам сосок. Вот, потому что, как он говорит, что посинение бывает после операции, ну, это нормально, я тоже ему верю, что посинение бывает, но у меня было не посинение, у меня было черное, черное пятно, которое отсохло и уже начинало отваливаться. В общем, друзья, на консилиуме было принято решение, что я буду ходить только в онкологию, они меня будут наблюдать каждый божий день, потому что рана открытая, рана может, не дай бог, будет инфекция какая-то или еще что-то, заражение, поэтому хожу каждый день на перевязку, так скажем, на осмотр, на моих условиях, что я буду ходить тогда, когда мне удобно, то есть назначаю время я и хожу. В общем, такое ощущение, что они все-таки чувствуют свою вину, раз они так себя ведут. Ну, и на прошлой неделе у меня, знаете, у меня был эмоциональный срыв, я, ну, очень, знаете, очень как-то тяжело говорить на эту тему, потому что, не знаю, опять в больнице было все не так, опять со мной разговаривали медсестры, там, какие-то левые врачи. Мой хирург, который меня оперировал, он ушел в отпуск, и как он ушел в отпуск, поменялось отношение ко мне, ну, я сорвался, я пришел домой, я весь день просидел дома, отключил телефон, ни с кем не разговаривал, проревелся вдоль и поперек, короче, мне было очень плохо, мне было очень тяжело, мне показалось на какую-то минуту, что я остался со своей бедой один на один, я был готов, я был готов уже пойти, написать во все инстанции жалобу, в связи с тем, что вот мне причинен вред, я считаю, что это все равно вред здоровью, хоть я вроде как и жив и здоров, да, функциональности такой как-то у соска нету, но тем не менее, знаете, все равно неприятно, все равно неприятно, как говорится, осадочек остался, все равно это рубец, в общем, они на консилиуме приняли решение, что они меня будут долечивать, они сделают мне пластическую операцию, если она будет возможна, если она будет невозможна, то мне просто сделают татуаж соска, но типа у меня тут сосок, бред какой-то, ужас, но это как эстетический вид, короче, они мне обещали вернуть, проблема в том, что, друзья, у меня еще вторая грудь, там тоже есть уже зародыш этого заболевания, это заболевание можно остановить, но кто его будет останавливать, я бы с удовольствием, но мне же нужны врачи, которые мне подскажут, что какой нужен курс лечения, никто ничего не говорит, нет у нас образованных врачей, это вот хоть садись в самолет и лети в Москву, потому что я посмотрел в ютубе столько врачей, я не знаю, грамотные они или нет, но они рассказывают, как это заболевание можно остановить. Я сходил к эндокринологу к нашему, попытался это заболевание остановить, она сказала, что с эндокринической системой у меня все в порядке, я не знаю, честное слово, я просто в данный момент, я знаете, вот еще две недели назад я был напуган, как какой-то вот зверенок, настолько был напуган, мне ничего уже не хотелось, я просто тресся, чтобы у меня эта дырка затянулась, чтобы не дай бог ничего это, в общем на сегодняшний день, друзья, я даже сам туда не смотрю практически, хожу, меня обрабатывают и как бы ладно, не смотрю, не хочу смотреть, я устал, я устал физически, я устал морально, больше всего, конечно, морально, пропил успокоительный, потому что еще такой период, знаете, мне сейчас работать и работать, у меня очень много сорвались крупных заявок на новый год, потому что физически я не смог в тот период их обслужить, в общем тяжелое испытание выпало на мои плечи, поэтому вот как-то так, друзья, я держусь, я держусь, потому что считаю, что, наверное, это какое-то испытание от Всевышнего, от Боженьки, наверное, это испытание, я должен это испытание выдержать и пройти, не знаю, поэтому вот как-то так, вот с вами поделился, как есть, как на духу, до нового года осталось совсем немножечко, друзья, помимо вот этого у меня и вы его немного переворотов, помимо этого, кто еще помнит, кто еще не забыл, у меня все-таки еще вещевой бизнес, у меня еще есть вещевой отдел, который работает, но мы расширяемся даже и мы переезжаем в другой торговый центр, в более большое помещение, где более большой трафик народа, в общем, друзья, об этом я чуть позже, наверное, расскажу, я сделаю обязательно обзор, поделюсь с вами и думаю, что будет все окей. В общем, друзья, подведя итог этого видео, хочу еще раз сказать, что ходить к врачам надо, не бойтесь, не бойтесь ходить к врачам, но помните, что у нас есть структуры, которые следят за тем, чтобы все-таки врачи исполняли свою работу, давайте не забывать, что мы все живем в правовом государстве, что если человек водитель и совершает ДТП, он отвечает за это ДТП, да, если это, я не знаю, повар, повар в кафе, который подал вам блюдо и вы, извините, пропоносились или отравились, он тоже будет отвечать, будет отвечать само заведение за этого повара. Поэтому не забывайте, что любая специальность, в которой мы находимся, возможно, я тоже буду отвечать перед своими клиентами, которые у меня купят некачественную продукцию Avon, я тоже буду в какой-то степени отвечать, поэтому не бойтесь, не бойтесь, ходить к врачам, лечиться надо, особенно нужно следить за своим здоровьем изначально. Поэтому пишите, пишите мне свои вопросики, я уже буду консультировать вас, буду консультировать и помогать. И помните, в каждой больнице есть сейчас кабинет помощи пациента, если вас как-то не так обслужили, если с вами как-то не так обошлись, не ругайтесь с врачом, не доказывайте врачу ничего или медсестре, идите в этот первый кабинет, я не знаю, какой он по нумерации будет в вашей больнице, идите в больнице, в этот кабинет и попытайтесь в этом кабинете разрулить ситуацию. Мне кажется, они помогают, ну действительно пытаются, по крайней мере, помочь. Если уж они не помогут, то есть у нас и вышестоящие органы. В общем, правду всегда найти можно. Я пока решил со своей проблемой довериться врачам, довериться им, тем, кто эту ошибку совершил, чтобы они эту ошибку как-то исправили. И буду держать вас в курсе, если вам интересно, если вам интересно, то пожалуйста, напишите, напишите, насколько вам интересно. Я буду продолжать с вами делиться, что происходит, как буду проходить дальше реабилитацию. Мне говорят, что скорее всего реабилитацию я буду проходить еще полгода. Буду полгода ходить к врачам, наблюдаться. Через полгода они посмотрят состояние второй груди и примут уже решение делать, как мне сказали, возможно будут делать две операции сразу. Здесь по удалению гинекомастии, здесь по восстановлению, чтобы было асимметрично. В общем, друзья, не знаю, я очень сильно надеюсь, молю Бога, молю всех врачей, чтобы до Нового года снять повязку. Потому что это адский труд ходить с этой повязкой. Я устал, я два месяца не был в ванне, ни в душе, ни в ванне. Просто нельзя, не рекомендуется. Ну что, как-то так. На этом у меня все. Впереди все-таки у нас Новый год, давайте не будем вешать нюни, распускать нюни. Давайте готовиться, давайте начинать друг друга поздравлять. Я обязательно, еще до Нового года выйдут видео, я еще жду большой заказ, вот сегодня-завтра должен получить. Обязательно сделаю вам обзор на свой заказ, в этот раз тоже заказ хороший, интересный. В общем, оставайтесь все со мной, я вас очень сильно всех люблю, всех вас крепко обнимаю. Спасибо вам большое за вашу поддержку, которую вы мне оказываете, те, кто меня поддерживают после моего операционного периода. Все у нас будет, все будет хорошо. И вперед, вперед работать. На этом у меня все, всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok